Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения свидетеля Анна Златоуста о подражании самарянки. Если же самарянская жена показывает, какое усердие, чтобы научиться чему-нибудь полезному и пребывать со Христом, хотя еще и не знать его, то какое помилование можем получить мы, знающие его, и притом находясь не на источнике, не в пустыне, не среди дня под палящими лучами солнца, но в утреннее время, наслаждаясь под этим кровом, тенью, прохладою, и при всем том, не имея терпения, выслушать что-либо из Слова Божия, и хотя с этим, не такова жена самарянская, она так увлекалась словами Спасителя, что и других призывала к нему. Иудеи же не только не призывали других, но и желавшим прийти к нему препятствовали и не дозволяли. Поэтому и говорили, уверовал ли в Него кто из начальников или фарисеев, но этот народ невежда в законе, проклян Он. Итак, будем подражать самарянской жене, будем беседовать со Христом. Он и теперь среди нас предстоит и говорит к нам через пророков и через учеников своих. Будем слушать и повиноваться. Да коли мы будем жить напрасно, без пользы, не делать угодно Богу действительно значит жить напрасно, или лучше, не только напрасно, но и во вред себе. Если дано нам время, мы не употребим ни на какое полезное дело, то, отшедши отсюда, подвернемся величайшему наказанию за потерю времени. Если получивший деньги для торговых оборотов и потом истративший их подвергнется ответственности пред верившими их Ему, то уже ли не понесет наказание, истощивший эту жизнь напрасно, не для того Бог вел нас в настоящую жизнь и вдунул душу, чтобы мы пользовались только настоящим, но для того, чтобы все делали для жизни будущей. Только бессловесные созданы для одной настоящей жизни, а мы для того и имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к этой жизни. Если кто спросит, какое назначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что не на другое назначение, как только служить нам настоящей жизни. О нас нельзя этого сказать. Для нас есть лучшее состояние после отшествия отсюда. И нам все надо делать так, чтобы там просиять, ликовать с ангелами, предстоять Царю всегда в бесконечные веки. Для того и душа наша создана бессмертную, да и тело будет бессмертно, чтобы мы наслаждались бесконечными благами. Если же ты пригваждаешь себя к земле, тогда как тебе предложены блага небесные, то подумай, какое в этом оскорбление для дарующего их. Он предлагает тебе горнее, а ты не слишком этим дорожа предпочитаешь землю. Поэтому, как оскорбленный, он угрожает гиенную, чтобы ты из этого познал, каких благ лишаешь сам себя. Но да не будет, чтобы мы подверглись этому наказанию, но, благоугодив Христу, да сподобимся вечных благ. Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом. Слава во веки веку. Аминь. Боже, милость и буди ко мне грешными. Создал меня Господи, помилуй. Весь числа Господи, я согрешил помилуй гостей. Сейчас, виск и сей, виск и сей. Спасибо. 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 Спасибо.